Меня зовут Евгений Бондман. Мы ждем Андрея Кураева, дьякона, который немного задерживается. И сейчас со своим особым мнением Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Начнем с дела Скрипалита. Первая мировая новость. И российская тоже. Потому что новая обстоятельность. Что случилось и чем это грозит? Опять давайте разделим, как обычно, эти истории на криминальную и политическую. Что случилось криминально, приблизительно понятно. Имея в виду, что были найдены в 15 или 13 километрах от Солсбери двое людей. Мужчина и женщина 45 и 44. Их имена известны, но они никто. У них были галлюцинации, шла пена изо рта. Расмахивали руками, их отвезли в эту больницу. И когда начали проводить исследования в Солсбери, обнаружили, что нужно отправлять это в военно-химическую лабораторию. Портдаун. Исследования их крови. И сегодня вечером пришло подтверждение, что это тот же самый агент. Я имею в виду химический агент. Которым были отравлены Скрипали. Из серии новичка. Это то, что полиция сейчас пытается... Это фактура. Да, полиция пытается установить, каким образом они оказались отравлены этим агентом. И что интересно, значит, этот мужчина Ролли, он, видимо, бездомный. Он жил в приюте для бездомных. И этот приют находится в 300 метрах от того ресторана Зизи, где были Скрипали тогда 4 марта. После чего они, собственно, и были. Это где-то рядом. Это недалеко. Не обязательно в той деревушке. Это может быть и здесь. Сейчас полиция, насколько я знаю, цепила все. Подсоединилась контррористическая вот эта группа, которая занималась. Опять около 100 следователей. Буквально час тому назад министр внутренних дел Великобритании выступал в парламенте. Здесь уже начинается политика, естественно. Которая говорит, пусть Россия нам даст ответ. Это первый звук о том, что британское правительство связывает эти два отравления одним и тем же веществом. Теперь важно, чтобы было установлено производство одного и того же, так сказать, одна и та же группа товаров, что называется. Один и тот же завод, одна и та же лаборатория. И это можно установить. Поэтому вот криминально пока все здесь так. Как они могли быть отравлены? Они никак не были связаны с Российской Федерацией. Только вместо географии имеется в виду Солсбери. Возможно, похоже, что, может быть, это каким-то образом какие-то осадки, я бы сказал, рылись в помойке. И подняли какую-то... Да, скорее всего. Посмотрели, что внутри. Посмотрели, что внутри, да. Ну, если у нас так вот, как бы, так агент был, остатки агента были выброшены в мусорный ящик, то через сколько там было? Четвертое марта, но сейчас четвертое июля. Ровно через, что там у нас, апрель, май, июнь, через четыре месяца это повторяется. Ну, естественно, тут же начали наши депутаты отвечать. Но это совсем неинтересно, потому что они так же, как и я, не имеют никакого доступа к конкретному криминальному расследованию. Но у них, правда, есть восхитительные конспирологические теории, что есть безумные ученые, которые разбрасывают везде. Ну, не хуже другой теории. Да, ходят и разбрасывают. Красиво, да. Тогда нет, теории могут быть любые. Важно, чтобы они подтверждались вот этим криминальным расследованием. Ничего хорошего я от этого не жду, потому что температура будет повышаться, значит, этот город небезопасен для проживания. Второй идентичный случай с идентичным нервно-паралитическим веществом. Оттуда и так стали бежать как-то люди, и меньше приезжать, во всяком случае. Не смотрел статистику, но мы с Тони были единственными российскими журналистами, кроме группы РЕН-ТВ, которая туда приехала, все берегутся. И Тони мне сейчас написал, слушайте, это было вот в том месте, где мы с вами были, и я радостно подсыраю ладошку, сказал, да, мы там были, Тони, ты ничего не подбирала. Одна из американских газет писала, я сейчас не упомню какая, что это репутационная катастрофа для города Солсбери, куда никто не едет. И тем более сейчас то, что больше всего смущает в этой истории, то, что прошло, как мы сейчас посчитали, 4 месяца, прошло полное, как рапортовали англичане, обеззараживание территории. И вдруг еще один случай. Ну, вот они сейчас отцепили этот... Хотя не в самом Солсбери, а рядом. Они отцепили этот дом, этот приют в Солсбери, который находится в 300 метрах от ресторана Зизи, который до сих пор дискутируется, сносить его или не сносить, до сих пор дискутируется. Это же частная собственность, там нужно будет все это урегулировать. Но я думаю, что мы будем наблюдать за развитием этих событий, прежде всего в публичной сфере. Что касается расследования по, собственно, по отравлению отца и дочери Скрипалей, то дело движется. Я думаю, что, кстати, я думаю, что очень много, в том числе и Скоттланд-Ярд выпускает дезинформацию специальной. Он не дает правительству британскому своему полного объема знаний именно по Скрипалям. И, как говорит один, как это чин перевести, помощник комиссара, они все там болтуны. Мы занимаемся полицейским расследованием. А какой важный сегодня был негативный сигнал, сегодня собиралась так называемая КОБРА. Это военный комитет Совета Министра Великобритании. Комитет Министра Великобритании собирается в исключительных случаях. Предыдущий раз она собиралась по Скрипалям, а предыдущий раз она собиралась по отравлению Литвиненко. То есть, этот кабинет собирается в случае нападения на территории Великобритании, на британских подданных, в частности. И это такой нехороший знак. Если бы это была какая-то случайность, если бы легко было опознать, наверное, они бы не собирались. И надо помнить о том, что агент все-таки оставляет следы. Все-таки, если эти люди выживут, их можно будет допросить. А если эти люди не выживут, можно все-таки будет посчитать. Потому что вот то место в этой деревне, я могу, Эмсбери, по-моему, 12, 13, 11 километров, 13 центра Солсбери. Это очень маленькая, это деревня. И там как бы можно проследить все, что с ними, а что они делали в этот день. Но в любом случае понятно, что жил он в этом приюте для бездомных в Солсбери. Ну, здесь мы можем ждать только результатов расследования. Они будут явно не скоро. Не-не-не, Женя, две темы. Еще, да, мы можем ждать результатов расследования. Но политические последствия будут гораздо раньше. Уже есть заявление британского правительства сейчас в парламенте перед депутатами. Есть, это, кстати, перед визитом Трампа, который туда едет 11, по-моему, 12 июля. Вот сейчас. И там же, на этом месте, буквально в нескольких метрах от этого места, побывал принт Чарес в Солсбери. Вообще-то, с Камилой. И вторая часть, политическая, это, конечно, реакция наших властей. И уже есть реакции нашего посольства Британии, нашего МИДа. Я уже депутатов и не беру. Они просто ничего не знают. Если МИД еще получает какую-то информацию, то депутаты вольны придумывать все что угодно. Как наши, так и британские. Поэтому здесь меньше внимания. Но это неприятность большая для имиджа Солсбери. Ладно, они как-нибудь разберутся с собором Солсбери. Для имиджа России. Да, вот для нашей истории, если это продолжение того же дела, но в публичной сфере-то очевидно, нехорошо. А какие могут быть последствия санкций какие-то дополнительные? Потому что уже слово санкции сегодня упоминалось. Смотрите, санкции выбраны предыдущим делом, делом Скрипалей, когда Евросоюз и союзники Великобритании поддержали позицию британского правительства и начали высылать наших дипломатов. А ничего нового, собственно, не случилось. И даже правительство Ее Величества, представители аккуратно говорят, что это, скорее всего, связано, но это, скорее всего, не специальное нападение. Это какие-то остатки чего-то. Ну, вот надо посмотреть чуть подробнее, что это за остатки чего-то. Я, повторяю, не хочу ничего выдумывать. Внимательно следим за сообщениями Уиллшерской полиции, Скотланд-Ярда, и общаемся с теми английскими представителями, которые могут понимать, что происходит. Скажем так, скажем мягко. Я все-таки не понимаю одну вещь. Вы говорите, что ухудшится, что это плохо для имиджа России. Это плохо для имиджа России. А куда уж хуже. О, ну, в самом начале пути. Санкции выбраны, и с имиджем все хуже некуда, во всяком случае, в глазах британцев. Чемпионат мира, ну, все-таки имеет краткосрочный репутационный эффект. Пройдет финал, или там, не знаю, полуфинал будет Россия-Англия, ну, и потом все как-то забудут. Смотри, Жень, я не имею в виду, что это отношение рядового огнечанина Смита к рядовому россиянину Бунтману. Совсем нет. Я имею в виду уровень недоверия, который существует между государственными структурами. Например, мы довольно тесно общались до дела Литвиненко. Наши спецслужбы работали совместно на Ближнем Востоке. Английские, российские обменивались информацией в первую очередь. После дела Литвиненко случился стоп. Сейчас замерзло вообще все. То есть, спецслужбы не сотрудничают. В период чемпионата мира по футболу спецслужбы сотрудничали. И посол Британии об этом подробно рассказывал. И нам, и не нам. Сейчас опять будет стоп. То есть, обмен информацией. Современный мир стоит на обмене информацией. Принятие правильных решений в международной политике. Это когда ты доверяешь, но на каком-то уровне обмениваешься информацией. А вот история с обменом информации между нами и западными спецслужбами вообще. Это довольно тяжелая история. В Афганистане, например, где мы сотрудничали очень тесно. До 2014 года. До 2014 года, потому что тогда подзамерзло. Тем не менее, что-то происходит. Но чем больше происходят событий, тем меньше доверия. И я помню, как мне рассказывали американские коллеги, что доверие между Путиным и Обамой, вот этот конфликт, сломался на деле Снодена. Когда Обама понял, что Путин не будет давать ему убежище политическое, а Путин понял, что он может дать ему политическое убежище. Предположим, оба не поняли. Но Обама говорил своим близким. Он же мне обещал, как так можно, один на один, в телефонном разговоре. Он же сказал. И Путин говорит, я ничего не давал. Вот этот уровень недоверия, он отравляет, он токсичен, извини за шутку, и отравляет отношения между странами. Это особое мнение. Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». И мы вернемся через несколько секунд уже с дьяконом Андреем Кураевым.